привет вам тоже так тогда начинаем трансляцию трансляция пошла так тема сегодняшнего нашего эфира как и было заявлено это либертарианство сегодня мы поговорим с нашим уже старым знакомым кто смотрит стримы с алексеем привет алексей вечер добрый на эту тему ну вот расскажите алексей про либертарианство где и когда возникла вообще это идеология и кто является и создателями то есть кто придумал кто развил эту идею ну тут сложно обозначить конкретного человека и конкретный период потому что идея эволюционировала из целой цепочки различных теорий гипотез и так далее но в современном виде как философское политическое течение либертарианство возникло в 50-х годах двадцатого века силами американского экономиста мюррея ротборда он был сторонником свободного рынка как большинство экономических либералов но на основании некоторых теоретических изысканий того времени плюс вдохновлены вдохновлены идеями альберта нока и его книгой наш враг государства он создал этическую философию многие его коллеги и его за это критиковали потому что экономист не должен заниматься этикой это не его вопросы но на самом деле ротборд обосновывал свою позицию тем что связь с этической идеологией и экономической теории дает очень большой стимул для распространения идеи экономического либерализма и действительно у нас есть такие исторические примеры например благодаря работам адама смита экономическим работам в первую очередь у нас распространилась идея именно либеральных режимов то есть идея классического либерализма или благодаря работе карла маркса капитал у нас распространилась идея попыток строительства социализма то есть этические скажем так предпосылки в экономической теории они дают очень мощный пропагандистский эффект и так как у ротборда была именно такая цель соответственно его логика достаточно понятна несмотря на то что либертарианство может иметь некоторые шероховатости в собственной теории тем не менее и и нужно рассматривать именно с этой позиции то есть позиции распространение идеи свободы я ответил на ваш вопрос да спасибо ответили а вот расскажите об основных постулатах либертарианство то есть что она вообще пропагандирует какие конкретно свободы а что из себя вообще представляет либертарианство ну чем к примеру отличается того же анархизма к примеру откладывайте либерализма этической идеологии либертарианство в первую очередь строится на принципе сама принадлежности людей то есть человек принадлежит сам себе исходя из этого принципа который является не только биологическим но и моральным этическим и в парадигме либертарианство правовым то есть естественного права исходя из этого принципа у нас проистекают любые права в обществе и свободы соответственно то есть если у нас не нарушается принцип самопринадлежности по отношению к другим людям соответственно любое действие человека является легитимным и если этому препятствовать это означает препятствовать вот этому принципу самопринадлежности людей то есть нарушать его права соответственно соответственно государство как аппарат насилия является именно таким лицом то есть она нарушает принцип по самопринадлежности гражданина, а значит является с точки зрения либертарианства бандитом. Именно так либертарианцы оценивают государство как аппарат насилия. Все сделки между людьми должны происходить именно в добровольном ключе. То есть благодаря договорам люди создают те границы, которые они хотят создать. Если это происходит не благодаря договорам, а например с помощью директив государственных, соответственно это нарушает принцип самопринадлежности. Потому что добровольное означает соответствующее данному принципу, а насильственное означает как раз таки его противодействие. По поводу остальных идеологий, они не совсем являются... Это же анархизм, к примеру. Он же тоже против государства и тоже за... Да, 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 но у них разные предпосылки. Например, если сравниваем с классическим либерализмом, их есть два. Правовой это Джона Лока, он более отходит к религии, что естественные права наданы Богом, и их несколько вроде права на собственность, естественных прав именно. И экономический либерализм, это Адам Смит, который даже на момент середины 20 века достаточно устарел по некоторым своим тезисам. Но это все как бы не было единой системой, единой концепцией. Это были просто обрывки того, чего хотелось бы видеть в свободном обществе. По поводу анархизма здесь все сложнее. Во-первых, анархизм появился, именно теоретический анархизм, практически сразу как два направления. Это анархоиндивидуализм, автор его Лиссандр Спунер. И буквально спустя несколько лет после написания Спунером первой работы появилась работа Прудона, который считается основателем анархо-коммунизма. Эти два направления независимо друг от друга развивались. Анархо-коммунизм получил наибольшее распространение. В связи с этим огромное количество коммунистов, анархо-коммунистов считают, что анархизм – это именно анархо-коммунизм. Но это на самом деле не так. Это просто было наиболее распространенное течение. Поэтому люди привыкли под анархизмом подразумевать именно это. А анархо-капитализм и либертарианство? То есть какая разница между ними? Или это одно и то же? Дело в том, что когда появился анархо-индивидуализм, который являлся прародителем либертарианства, экономическая теория не была завершенной. Было очень много вопросов. И анархо-индивидуализм на них не отвечал. Позиция была скорее моральной. То есть, независимость от того, хорошо делает государство или плохо для общества, это аморально. Потому что государство – это плохо. То есть, этика стояла на первом месте. Никто не смотрел на то, что это экономически обосновано, на то, что есть какая-то выгода от государства и так далее. И так далее. Эти вопросы просто не рассматривались. А вот анархо-капитализм, Ротборда, он именно построен на экономическом обосновании анархизма. То есть, здесь как бы качественная разница другая совершенно. А какие книги есть по теме либертарианства, то есть, которые ты бы мог рекомендовать? Анархо-капитализма. Что почитать? Ой, ну книг на самом деле очень много, в том числе переведенных. Я, наверное, посоветую книгу белорусского экономиста Ярослава Романчука. У него есть книга под названием «Либертарианство просто и доступно». То есть, надо читать наших товарищей. А не наших, если? Да, есть и другие работы. Например, Дэвид Боус «Либертарианство. Достаточно объемный труд». Есть сами книги Ротборда. Это «Этика свободы» и, по-моему, «К новой свободе» называется книга. Это считается классикой либертарианства. То есть, там основные постулаты. Там, помимо самой концепции, отвечается на ряд популярных вопросов. Вроде аборт, безопасность, охрана, суды, порядок и так далее. Раз ты уже сказал про белорусского автора, то расскажи про либертарианство в СНГ. То есть, как развивается не на Западе, а конкретно в странах бывшего Советского Союза? Украина, Россия та же. Те же страны Прибалтики, к примеру. Ну, идет, как бы, перевод литературы. Первая волна в СНГ – это 90-е годы. И, соответственно, там тогда же и появляются первые зачатки либертарианцев. Среди них, конечно, есть и очень правые экономисты. Я, наверное, назову нескольких. Это Григорий Сапов. Это Иларионов, кстати, который работал в Минфине при первом сроке Путина. И, наверное, еще Куряев. Он, скорее, переводчик просто. После чего в нулевых годах с распространением риторики либертарианской в интернете, в том числе, появляется либертарианская партия России. Ну и у нее достаточно неплохие успехи. То есть, она достаточно сильно выросла. И на сегодняшний день уже собирает крупные митинги, проводит много значимых мероприятий. Например, чтение Адама Смита в Москве ежегодное, которое проводится, как правило, в высшей школе экономики. В Украине это, скорее, движение 5-10, но оно достаточно популистское. То есть, непонятно, о каком качестве либертарианства там идет речь. То есть, там, скорее, используется риторика. Но, тем не менее, в Киеве очень много либертарианцев. Есть радикальные анархисты и есть, скажем так, суперумеренные, вроде партии Саакашвили, рух новых сил называется. В Беларуси все гораздо скромнее. Ярослав Романчук занимается пропагандой либертарианства, но тех людей, которые он включил в свою команду, они стали либералами и продвигают в большей степени либеральные идеи, хоть и правые, чем либертарианские. Это тоже забавный момент. По поводу других каких-то событий в Беларуси, мне даже нечего назвать. Могу только сказать о недавнем мероприятии. Михаил Светов приезжал к нам. Да, расскажи поподробнее. Ну, я организовывал, организовывал это мероприятие. Очень боялся по поводу того, что набегут кгбшники и все закроют. Мы же прекрасно помним, как несколько месяцев назад в Гродно сорвали лекцию российского историка по социологии 19 века. А что же его можно помнить? Ой, я фамилию его сейчас не вспомню, но у него есть книги по анархизму. Именно, наверное, за это кгбшники зацепились. Но смысл в том, что они забежали на лекцию, сорвали мероприятие и увезли всех в клетку. То есть это было очень колоритно. Я реально переживал по поводу того, что может у нас такое же произойти. Тем более мы знаем недавно историю о том, как в Витебске трех товарищей в квартире прям накрыли. За то, что не пили чай. Но тем не менее все прошло успешно. Хотя я нарочно искал помещение небольшое, то есть на 70 человек. Хотя в него влезло, наверное, все 100 и даже больше. Там в коридоре еще стояли. То есть зал был битком забит. Я считаю, это успешный дебют либертарианского мероприятия в Беларуси. Думаю, можно учитывать тот факт, что это новое слово, в принципе. Наши чиновники даже о таком слое не слышали, как либертарианство. Вот анархизм – это вполне понятное движение. Да, 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 в этом смысле это хорошо. Тем более у либертарианцев, у них риторика такая. Ну, не, скажем так, ненасильственная. Именно поэтому они протестуют так мало? Нет, они протестуют, когда надо. Я лично знаю, что политика ЛПР такова, что она участвует в различных огородных мероприятиях только тогда, когда это будет наверняка выгодно. То есть в таких полумитингах она туда даже не марается. Типа, вот как недавно Парнас организовал, и туда половина не пришла города. Ну, это как бы просто рассеивание собственного электората. А в Украине как с этим? Ну, по поводу мероприятий я не следил за украинскими, честно скажу. Ну, насколько я знаю, и рук новых сил, и 5-10, в разных всяких митингах они участвуют. Хорошо. У нас что с этим? С чем? С митингами? Да, все верно. Я думаю, что ничего. Причина этому? Ну, главная причина, что если заниматься организацией от некого, организация мероприятий от имени некой организации, то это как бы неизбежное попадание в клетку. То есть у нас же немножко все серьезнее обстоит, чем в России или в Украине. Здесь сразу сажают, а потом разбираются. Это понятно. Почему вот эти, ну, грубо говоря, ну, откровенно говоря, это хипстеры, можно сказать, как я видел на этом сходке. Почему они не ходят на эти митинги, которые разрешены? Ну, которые были недавно. Опять же. Ну, подождите, у нас и на этих митингах вообще-то людей могут скрутить. То есть они просто боятся? Самый безопасный митинг, по-моему, был, это когда возле театра, опер этой на Немеге, собралась куча людей, и там были музыканты. Издай дорогу. Много людей собралось, это было, по-моему, в марте. 25 марта ты про Боннер 100, имеешь в виду, да? Да, да, да. И вот это было безопасное мероприятие. Ну, не скажи, как бы кота повязали. Я так был не там, я же был на Якуба Колоса. Ну, в том-то и дело, что люди хотели пройти тоже мирное шествие сделать. А их всех повязали, в том числе и кота. То есть, насколько я понял, они не принимают участие в таких мероприятиях, которые рискуют, где они могут рисковать свободой и безопасностью, то есть неразрешенных. Ну, конечно, либертарианцы это индивидуалисты глубокие. Но я считаю, что причина не в этом. Потому что с тем же успехом коммунисты не митингуют, да? Хотя они коллективисты. Но у нас коммунисты провластны. Коммунисты провластны, а есть, которые не провластны. То есть, есть такие, типа... Вот я знаю, есть группа анархо-большевиков там каких-то, или как они называются. Ну, короче, анархо-коммунисты. Вот их там, они там радикально как-то где-то выступали, и их там реально в клетку сажали всех организаторов. Не группа есть ВКонтакте, по-моему. Да, интересная ситуация. В Беларуси очень сильно нарушаются права, то есть, в том числе, индивидуальные права многих людей. Либертарианцы за это борются, но при этом они как-то не очень активно принимают участие в протестном движении. И они вообще не ходят, только, я заметил только, ну, в чате как переписываются, не более того. Ну, вот я и говорю о том, что лучше не разделять, потому что, на примере коммунистов, да, потому что все люди сидят и не борются, а не только либертарианцы. Такова конъюнктура просто. То есть, это не из-за того, что белорусские либертарианцы особо трусливы. Нет, просто у нас более жесткая обстановка. Хорошо. У нас все, как бы, боятся, только либертарианцы. Где эти либертарианцы были 1 мая? Во-первых, у нас нет никакой либертарианской организации вообще. То есть, я не могу сказать о том, были на каком-то митинге либертарианцы или их не было. Вот как это узнать? Люди могли бы просто в обычной одежде прийти без всяких флагов и всего. Но флаг с изменивать желтый флаг принести. Да, да. Но вот нет таких флагов и организаций такой нет. Поэтому я не знаю, были ли они там. Я думаю, что какая-то часть все-таки ходит на мероприятия. Вот раз уж про змею сказали, вот расскажи про эмблемы, символы либертарианства. То есть, какие они используют, какую символику. Что относится к либертарианству, какие символы? Ну да, знаменитая змейка, не наступай на меня. Змея. Это, кстати, был один из флагов первоначальных Америки. То есть, во времена войны за независимость, в том числе, этот флаг тоже был в ополчении против англичан. Знак означает желтый цвет, это богатство, и змея демонстрирует готовность защищать вот это богатство и собственность. А этот, там же еще есть, типа, когда этот еж вместо змеи. Да, 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 это еж появился впервые у американцев. Американские либертарианцы придумали такой, ну, такой символ в виде ежа, потому что змея, она не совсем лицеприятна. Айошин более такой милый. Там, точнее, у них дикобраз, но он очень сильно на ежа похож. А как насчет более национального колорита? То есть, например, украинские или российские, или белорусские, либертарианцы? То есть, орнаменты какие-нибудь там, не знаю, ну, белорусские, может быть, и бэфлаг как-то используют обыгранную. Ну, как у Светова, дай, дай, скажу, как у Светова, там же у него, типа, российский флаг, я видел, и вот это змея, ну, желтый, сбоку. Ну, есть разные комбинации. В украинского я ничего не видел, то есть у 5-10 свой флаг, у Рухановых сил свой. По поводу России. Ну, да, есть вот такие флаги, там есть с ежом у них флаг. То есть, уже не с дикобразом, а конкретно с ежом. Вот этот флаг, который у Светова, ну, мне он кажется не очень таким гармоничным. Это субъективно, конечно. А вы видели вот на стриме вот картинку, что скажете о ней? Вот придумали и к этому стриму. Я только вижу маленькую картинку, то есть большой фотографии нет. Ну, наклонная красная полоса, это уже отход от национального флага. Она симпатично смотрится, безусловно, но я уверен, что есть какой-то, какой-нибудь герцогство в Европе с таким же флагом. Сейчас даже посмотрю, загуглю. Я вам отправил сообщение. Ну, вот, а что-то ясно. Ежик такой очень нестрашный, то есть на него легко наступить. Я могу рассказать, что за еж такой. Это в этой английской мифологии еж, который, точнее, человек, дух, который превращается в ежа и, типа, грабит людей. Кстати, я обнаружил флаг, красная полоса наискосок на белом фоне. Знаете, что это означает? Ну. Международный знак демилитаризованной зоны. Ну, нормально, вполне. Но либертарианцы же милитаризованная зона. Ну, это... Есть небольшие, так сказать, несовпадения. Но хотя бы не что-то вообще такое провокационное. Ладно, тогда перейдем к следующему вопросу. А вот что делается для развития идей либертарианства в Беларуси? То есть сайты, может, какие-то группы есть в организации? Сообщества? Так, а еще это флаг Страсбурга. Ну, по поводу сообщества, пока, в общем-то, ничего особого. Мы в Телеграме открыли канал после лекции с интригующим названием ЛПБ. Начали набирать потихоньку людей. Ну, это все еще в зачаточном состоянии. То есть даже не было никаких сходок по этому поводу. Ну, то есть, конечно, люди могут присоединяться, предлагать идеи и так далее, и так далее. Ну, к примеру, вот такой Discord-канал не хотите создать? Так я уже там рекламировал этот Discord-канал. То есть зачем создавать новый канал, когда вот пока что объема рынка хватает и для того, что есть. Да, ну, в принципе, тогда мы можем создать отдельную папку для книг и здесь публиковать новость о либертарианстве. Да, да, да. Это если бы у вас было тут 100 тысяч подписчиков и в ЛПБ там 100 тысяч человек, конечно, нам было бы проще отдельный канал заводить, чем использовать площадки другие. Лучше аутсорсить. В данном случае, вот этот канал, он как бы аутсорсится. На вашем горбу мы рекламируем либертарианство. Давай следующему вопросу. Хорошо, вот сейчас происходит протесты в Куропатах на фоне строительства этого ресторана. А вот как либертарианцы рассматривают Куропаты с точки зрения своей идеологии? Мне понравилось, как написали в том же чате либертарианском, в котором мы это все обсуждали, по поводу того, что правильная позиция – это бойкотировать данное заведение. То есть, рынок должен демонстрировать, является ли данный участник, является ли он легитимным для участника. И мы же знаем либертарианскую позицию по поводу нарушителей рынка, что к ним применяются санкции. Люди бойкотируют такого участника рынка. У нас есть прекрасная возможность продемонстрировать работу рыночных сил, делать санкции против таких участников рынка. То есть, он получил, несмотря на то, что никому ничего не обязан, этот предприниматель, он вступил в сговор с государством и получил себе эту территорию. Ну, и закон под это, кстати, придумали там. 50 метров было 150 метров. Да, да, да. То есть, речь идет о том, что картель несговора произошел, точнее, олигархический. И в данном случае мы можем, как бы, и должны поменять санкции против таких товарищей. В связи с этим вопрос, почему нет поддержки протестующих? Ну, в плане протестов. Ну, очевидно же, почему. Потому что большинству плевать на, в общем-то, сами куропаты. То есть, сколько было репрессировано? Там что-то около 40 тысяч человек только за 37-й год. Но нет памяти об этом. То есть, Советский Союз, он стер память. Родители особо не распространялись за период независимости. Это тоже все замалчивалось, топталось. Много уже умерло людей, никому ничего рассказать. Да и человеческая жизнь тогда меньше ценилась. И в итоге получается, что на фоне информационного вакуума соответствующая реакция. Если бы у нас была свободная страна, то, естественно, об этом бы все кричали фактически. И люди бы, по крайней мере, знали о том, что есть такая история. Но откуда простой человек, который даже не знает, я не знаю, простой факт того, что были репрессии в Беларуси, он даже этого не знает. Это среднестатистический беларус. Откуда он будет знать про Куропат? Это да, как Лукашенко же самый трое говорил, что в 98-м там они специально акцент на Россию сделали. И подальше от Европы. Я не знаю, как сейчас и в последнее время в школах учат. Но когда я учил историю в конце 90-х годов в школе, ни слова не было про репрессии, про Куропаты и так далее. Ни слова. Ну, то же самое могу сказать. Так, скажи, а как либертарианство, вообще либертарианские идеи, по-твоему, могут помочь Беларуси, современной беларусской экономике, то есть развитию гражданского общества в Беларуси? Ну, я могу только говорить за экономическую, как бы, хотя бы часть. Потому что это то, с чем я непосредственно работаю. С экономической точки зрения, применение вот этих идей экономических из либертарианства, оно поможет стране просто колоссально. То есть, например, если речь идет о том, что все будет частным, это уже создает гражданское общество собственников. Потому что страна беларусам не принадлежит. Беларусу нет никакого смысла защищать свою землю, потому что у него ее нет. У него нет оружия, которому может ее защищать. У него нет, там, от дедов наследства вот эту землю, из поколения в поколение преемственности, это нет. У него нет прав, он ненавидит этот режим, потому что он его грабит под ноль. То есть, естественно, в такой ситуации применение либертарианских идей, оно изменит просто Беларусь в корне. Когда мы создаем общество собственников, мы именно и создаем гражданское общество. Раньше, во времена классического либерализма, именно на этом основании, на основании того, что человек является собственником, люди имели право вообще голосовать. То есть, это была максимальная сознательность и ответственность у людей за свою страну, за свое общество. Сейчас этого нет и в помине. Всем плевать там друг на друга, на страну, на то, что тут нас могут захватить в любой момент, такие же бандиты. То есть, вот этот вот инфантилизм, он не случайен. Он произрастает именно на почве отсутствия собственности и отсутствия прав. Ну, про то, что страна будет богатеть гигантскими темпами, это я молчу. То есть, у нас есть реальные шансы с нормальными реформами расти по 12% в год. И, соответственно, с такой скоростью мы очень легко догоним Европу в короткие сроки. Это будет такое чудо, типа Южной Кореи. Ты говорил, что нужен, типа, иностранный капитал, в том плане, чтобы Лукашенко открыл эти банки по 2% и сделал свободный рынок. Ну, это лишь один из маленьких примеров, маленьких примеров по решению проблем, которые не решаются 30 лет. То есть, 30 лет беларусь не может взять нормальную ипотеку, должен в какую-то кабалу залазить. Хотя в соседних странах люди без проблем берут все ипотеки за копейки сразу же после учебы. То есть, только устроился на работу и уже свое жилье отлично. У нас такого нет и в помине, в течение 30 лет этот вопрос не решен до сих пор. Если, да, открыть рынок, в данном случае рынок денег для иностранных банков в том числе, естественно, у нас в страну сразу польются горы денег под мизерные проценты. Ну, да, где-то 2%, 2-3%. И, соответственно, доступ к капиталу просто создаст бум. В том числе на рынке недвижимости. Просто колоссально. На рынке недвижимости, на рынке земли. Хорошо. Какие вопросы есть у кого? Павел, Марат, Фридом. Я хотел спросить про приватизацию. То есть, у нас же она в конце 90-х и сейчас типа оборот людей. Ну, то есть, хотел бы узнать, то есть, развернуто, что ты вообще про это думаешь. Как у нас это применяется на белорусах? Я помню первый срок Лукашенко, он обещал такое. Мы не будем делать шоковую терапию. Мы будем проводить реформы плавно. И за 30 лет оказалось, что реформы не то, что не проводились плавно, они вообще не проводились. То есть, как была доля госсобственности рекордной в Европе, так она ей и осталась. То есть, у нас даже больше, чем в России, государственная собственность. Крупные предприятия, там, если кто-то что-то неправильно пошевелился, сразу же забирают. Как это случилось с мото-велозаводом или коммунаркой. Коммунарка и Спартак. Спартак тоже отобрали этот керамин. В общем, все, что дает ренту, государство все забрало. И довело до такого состояния, что уже ренты нет, а есть одни субсидии. Ну и, соответственно, из-за перераспределения счета тотальная. То есть, вопрос приватизации в Беларуси даже никогда не ставился. Есть риторика, 30 лет подряд, когда один и тот же разговор, что мы готовы все приватизировать, приходите, мы с вами договоримся, условия мы выдвинем и так далее. Условия такие, что никого нет. То есть, чья это вина, инвесторов или, наверное, все-таки власти, которая такие условия предлагает, создает. Результат такой якобы осторожности – это тотальная нищета. Ну, если человек ценит тотальную нищету, то, что люди живут в таком состоянии, для него безразлично, а для него важнее то, что завод никому не принадлежит, то это скорее психическая проблема самого человека, а не какой-то даже теории экономической, потому что никакого отношения к экономической теории это не имеет. Второй важный момент – это якобы такая байка, что если мы будем все приватизировать, мы все прекрасно знаем, что кто все скупит. Намекалось на Россию, то есть, что мы станем зависимой страной. Но это оказалось ложью. После 2014 года, когда у России нет финансовых ресурсов, чтобы приватизировать все в Беларуси, приватизации, тем не менее, все равно нету. То есть, оказывается, что это все был обман по поводу потери независимости из-за приватизации. Сама приватизация, на мой взгляд, должна проходить... Была дешевая. Сейчас она кто-то не успел, она конкретно квартир отбирает в пользу государства и так далее. То есть, раньше это было вообще легко и просто в этом плане. Приватизацию надо проводить просто обычной прямой продажей. Причем, не делать такую продажу, вот как у нас делают. Когда там продаем туалет за 200 рублей, никто не пришел на аукцион. Ну ладно, через полгода еще раз сделаем со скидкой 10%. Нет, это абсолютно, ну, это путь в никуда. Потому что за это время государство построит второй туалет, и это все будет тягомотино, длится столетие. Нет, только прямая приватизация и минимальная ставка должна быть 1 рубль. 1 рубль, чтобы полный зал был людей, желающих купить это здание заброшенное, фабрику или что там еще. Как если будет полный зал, значит мы приватизируем все моментально. То есть, все можно распродать за кратчайшие сроки. В этом нет никакой проблемы. Проблема только у человека в голове и больше нигде. Хорошо, а как быть с нерадивыми собственниками? Например, вот ты, может, слышал Елизовский стекольный завод, который купил какой-то бывший белорус, который как бы уже гражданином Австрии, стал 60% ему принадлежит и ничего там практически не делал. То есть, сам он куда-то съехал, а завод простаивал. То есть, ну, такие варианты. Дело в том, что на открытом аукционе, когда люди покупают что-либо, собственность покупают именно те, именно те, у которых самые большие ожидания по поводу нее. То есть, скорее всего, это некие инвесторы, которые хотят что-то встроить с большими грандиозными планами. И это очень важно. Это касается даже какого-то местного инвестора. Например, если какая-нибудь идет заброшенная деревня, полузаброшенная, да, например, там продается ферма. И пришли покупать эту ферму, какой-нибудь там из района приехал предприниматель, да, и местный какой-нибудь там фермер такой мелкий, который там в парниках что-то там растет. Если у этого фермера грандиозные планы, то он за эту ферму отдаст очень много денег. Больше, чем вот этот предприниматель, который там просто перепродать захотел или распилить. То есть, у нас в условиях аукционов, собственность именно таким предпринимателем попадает, а не тем, кто договорился между собой получить на халяву какую-то там фабрика, фабрику ее распилить тихонько или пытаться там переждать, пока она станет рентабельным, или еще что-то в этом роде. То есть, опять-таки, наша цель, чтобы приватизация попала в руки самых эффективных собственников. А по поводу убыточного предприятия, здесь нет никакой проблемы. Это тоже приватизация. Смотрите, например, некий завод у нас убыточный. Он объявляет себя банкротом. Это прекрасно. Нет никакой проблемы, что он банкрот. Завод переходит в руки банку, тому банку, перед которым предприятие не смогло выполнять обязательства долговые. И банк его снова приватизирует уже каким-то эффективным собственником по своей собственной схеме. То есть, банк заинтересован в прибыли. Он приватизирует в любом случае прибыльно. И, соответственно, это предприятие продолжит дальше работать. Например, такое было в Англии с заводом Rover. Может, слышали, такие есть автомобили. Rover обанкротился в нулевых годах. Ушел банку. Банк его приватизировал. И его купили там какие-то... промышленные компании. И сейчас на этом заводе там что-то делают такое. Детали какие-то. Короче, все нормально. Никакой проблемы нет. Проблема только в голове у одного человека. Ну, еще и в людях, которые не хотят менять этого человека. Не, ну люди, люди... У людей власти нет, с них спроса нет. Нет, у людей есть власть. Только они об этом не знают. Либо не хотят знать. Ну, да, конечно, надо объединяться и так далее. Да, народ многие таки не знают. Почему тогда вы не ходите? Добавить, я хотел сказать просто в догонку по вот этой теме. Конечно, как мне кажется, все правильные вещи говорить. Однако здесь большую роль играет и такая, скажем так, атмосфера, да, обстановка в стране экономическая. Поскольку, конечно, вот эти все... ...выдвигает Алексей за рубль там продавать объекты. Это, конечно, правильно, но уже давно... Значит, указы, да, которые там за базовую все продают, но при этом выдвигаются государством там просто кабальные условия. То есть, мне кажется, нужно на этом акцентировать внимание. То есть, они, допустим, предлагают купить какой-то объект за базовый, при этом они хотят, чтобы ты два отреставрировал за свои собственные деньги там какой-то объект с нуля, да, там, отремонтировал, стоил окна, двери. При этом, если вы знаете, в течение пяти лет этот объект должен работать и собственник не имеет права его продать, то есть, по контракту, который заключается между государством и частником, допустим, предпринимателем. А если ты, допустим, скажем так, хочешь продать, многие так делают, многие так делают, продают в течение вот этого срока, но получается контракт... Получается, ты не выполняешь условия контракта заключенного с государством. Штраф стоимостью вот этого объекта, то есть, к примеру, ты здание купил за базовую, а оценили его там пять лет назад там в 15-17 тысяч рублей, то ты получаешь штраф сумасшедший. Еще и вот это отпугивает многих людей. При этом, вот правильный серый код сказал насчет недобросовестных вот этих приобретателей, которые некоторые просто берут и разграбляют эти объекты. Поэтому, мне кажется, здесь надо проработать еще вопрос государства. И, конечно же, насчет даже вот этих ферм, что там хотят, у кого-то есть деньги, хотят приобрести. Люди, конечно, там за рубежа приезжают, у них деньги есть, но они вот этот климат наш финансовый, они не совсем правильно воспринимают. И при этом, когда, допустим, даже они возводят эти фермы, начинают запускать свое производство, у них встает вопрос со сбытом продукции своей. И вот здесь уже вмешивается государство. Если, допустим, в каком-то районе есть ферма свиноводческая, и при этом государство захочет в этом же районе сделать свою ферму, то они, конечно, этого участника задушат и не дадут ему работать. При этом, конечно же, он потерпит убытки. При этом, вытеснив его, и вот эти все средства, которые он вложил, они канут в лету. И, конечно же, это тоже, мне кажется, отталкивает этих инвесторов зарубежных, так как государство наше, оно, скажем так, не дает работать. При этом, мне кажется, предпринимателям здесь своим только, не то, что там зарубежным. Но они конкретно закрывались, я помню. Открывались, поработали, и потом закрывались. Лукашенко же говорил, что пожмет по среднепредпринимателю руб в десятом году. Так вот, я про это и говорю, что ты, допустим, вложил там своих 10-15 тысяч долларов, и в итоге у тебя на руках твоя ферма, человек, которым нужно давать работу, у которых там семья, дети, а ты, получается, не можешь сбыть свою продукцию, потому что государство там всяким способом тебе прекращает работу и различными проверками, а проверки это вообще страшно, вещь над Беларусь. Отношение к предпринимателям Лукашенко можно охарактеризовать буквально парой его слов, которые он как-то сказал. Предприниматели это вшивые облохи. Все верно, вы говорите, Павел, безусловно, безусловно, невозможно проводить что-либо типа приватизации в отрыве от остальных реформ. То есть у нас катастрофа во всем, в регулирующих органах, в каких-то нормах, в трудовых контрактах, в этих вот привычках вешать дополнительные какие-то обязательства при приватизации и так далее, и так далее. Суды не работают у нас нормально. то есть безусловно, речь идет о каком-то комплексе мероприятий, где приватизация лишь один из моментов. хотел спросить про пенсии. У нас же после этих выборов планируется поднятие пенсии. Ну, естественно, силы попа не трогать не будет. что с точки зрения дебитрианства имеют. пенсионный фонд должен быть частным. отчисления, которые делают люди, должны идти в частные фонды. Те частные фонды, которые дают лучше прибыль, более привлекательны, более надежны, потому что многих интересует надежность. Соответственно, люди будут выбирать соответствующие фонды. и выход на пенсию соответственно должен быть у людей тогда, когда они захотят. То есть, чтобы людям был реальный выбор. Чтобы люди видели, сколько у них на счету говорят. Естественно, как это, например, в Чили было проведено при пеночи, одна из лучших пенсионных реформ в мире, когда чилиец работает на предприятии, он получил зарплату, у него на зарплатном листе написано, что вот его зарплата, вот он заплатил налоги, вот он часть из своей зарплаты отчислил на пенсионный фонд, вот сколько денег в его фонде на его счету, вот сколько он будет получать, если выйдет на пенсию сегодня. А в Грузии не знаете как? Там же они тоже или формы по этому поводу проводилось. Там не надо в Грузии тоже проводил реформу, но в Грузии там сложно с... В общем, они сделали в несколько этапов и, насколько я знаю, именно пенсионные реформы были... в общем, отменили вот эту идею их медленно перейти на частные фонды и вновь посадили людей на государственную иглу. То есть Иванишвили сдал назад и первое дело, когда он пришел к власти, увеличил пенсии за счет именно бюджета. То есть он отвязал людей от индивидуальных счастов в пользу государственного субсидирования. Еще знаю силовиков сократили на 70%. Так, было 80 стоило 10 тысяч. Вообще это старое, как бы, известный секрет о том, что ты субсидируешь каких-нибудь людей и они голосуют для тебя. То есть он увеличил пенсии и соответственно все пенсионеры сейчас голосуют за вот эту вот партию. Ну, как в свое время Лукашенко. Подним пенсии и все остальное. Так, вот в чате на ютюбе пишет у нас Марат «При нынешней ситуации возможен ли плавный переход к принципам либертарианства или только через свержение?» Имеется в виду в Беларуси при нынешней ситуации либертарианцев самих. Но у либертарианцев сейчас ситуация плачевная. Убил в Беларуси. Так что тут без вариантов вообще. Да, особенно вопрос интересно поставлен. Переход к принципам плавный, переход к принципам либертарианства или только через свержение? То есть имеется в виду либертарианцы устроят революцию в Беларуси и свергнут шесточайшего? Нет, нет, максимум что могут либертарианцы вот перспективы ближайшие годы это пропаганда это образование ну может быть какие-то там собрания это все на что можно рассчитывать в ближайшее время. У меня вопрос простой. Вот либертарианцы с ними объединиться и трактовать свою риторику? я к тому чтобы поставить на первый план чтобы человек был человеком и гражданина а во второй план уже свою идеологию то есть объединиться как просто общего врага другу во-первых речь наверное идет все-таки не о Беларуси потому что в Беларуси пока не перервалось какие-то начинаются в России тактические союзы с Навальным это видно невооруженным хотя Навальный центрист абсолютный поэтому нет никакой проблемы что говорю россиян опять не повезло ищет у нас в этом плане у нас будет церилизация не нужно надеяться на какого-то царя нужно что-то делать тут как бы скорее я же говорю тактические тактическая цель есть цель тактическое свержение существующей власти а стратегическое это конечно решение вопроса царями раз и навсегда то есть как бы здесь идет просто размен обычно это кстати даже коммунисты понимают недавно был стрим буквально несколько дней назад на рабкоре там как орлицкий сидел еще шайка этих коммунистов всех и они на полном серьезе уже говорили о том что может быть и нам подтянуться к навальным но учитывая что навальный центрист говоря коммунисты по факту меняется центристом логично что не к нему не приходит нет там была такая такой аргумент кстати говоря хороший аргумент то единственный способ левом объединиться с этой позиции уличный это отказаться от позитивной повестки то есть то есть все могут объединиться только под негативной повесткой типа долой царя там долой реформу пенсионные так далее но как только вы меняете плакат например за социализм за построение там такое то за пенсионную реформу такую-то у вас тут же ваша коалиция ваше объединение она тут же распадается поэтому отказаться позитивной повестке тактическая цель очень даже неплохая как бы у нашей оппозиции никогда в принципе не было позитивной повестки всегда было убрать вы не понимаю почему не тогда поддержки не но у нас лишь говорю ситуация другая у нас все жестче у нас государство реально разрушает жизнь этим людям которые пытаются объединить но имею ввиду разрешено вот это 1 мая там помню анархистов жале и смешная ситуация видел полицей да 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 то есть их посадили за не не разрешенный митинг на разрешенными у кого-нибудь есть еще какие-то вопросы по либертарианстве 5 есть вопросы нет в чате был один вопрос марат там я его зачитал этот вопрос от марата больше нету может быть алексей хочешь какой-нибудь сделать объявление то есть каких-то своих проектах то есть а сайте может группе о чем-то еще то есть публичные какой-то земли ну я могу только предложить начало вступить в группы в телеграме группа либертарианская что что я у вас а ну хорошо хорошо и соответственно мы там мы обсуждаем то есть у нас там только начинается вот эти вот все обсуждения и какие-то планы вообще то есть за все только зарождается сейчас очень много дискуссий по поводу флага ну вот этот флаг нормально или нет который мы сделали потратил личность не но он на симпатичный мне нравится и потом это на фоне айн рэнд и этот адам с ним что тут из вопросов хорошо поскольку больше вопросов нет может сказать провокационный сказать про ромашевского я знаю что он сделал этом году так подожди секундочку мне вопрос серому коту да у нас же не трансляции у нас идет трансляция почему нету в этом где сером коту еще другая группа вторая код и личные сообщения трансляции лицеи хорошо то есть на другом канале да да там на том канале за показ фильма 1 без указания 18 плюс то есть ну где жесткие сцены геноцид лэнда короче нам youtube вынес предупреждение поэтому пришлось открыть стримовый канал отдельно чтобы проводить стримы не понял теперь понятно хотел просто кинуть ссылку в часто ли битальянство белорусский да проблема так про ромашевского понятие вопрос да я его не знаю на самом деле ну ты с ней о нем нечего сказать особо ну тот нему вообще доверять сидется его может имел ввиду романчука что машинскому не желать доверять что что я фридом отвечаю ромашевском не стоит доверять если он про романчука то романчуку можно довольно таки толковым а почему по твоему ромашевского нельзя и он себе замарал уже много раз а надо немножко такого всего посмотреть за его деятельностью за его словами политической карьеры скажем так 4 мучука мне я много его передач смотрел он довольно таки простые вещи такие говорит которые допустим не кажется в нашей стране сработали бы и его не слышит это очень печально даже недавно вот я смотрел его передачу ств по моему что происходит там государственное он там выступал тоже предприниматели много полезных вещей рассказывал и конечно на фоне наших белорусских там парламентариев которые там были конечно он выделяется и очень жаль что к нему наверное мало прислушиваются много полезного и такого дельного и именно то что могло бы сработать среди предпринимательской было бы пользу по моему уже ведет свой канал и по моему она называется могу скин интересно это программа хотел объединенных гражданских пахнет признают а мучили печка вечно что-то обсуждают я имею ввиду что и в отдельности его просто если послушать да вот и алексей говорил про его труды у него есть много там и вконтакте он иногда там делает публикации различные на всякие темы почитать разобраться то можно сделать вывод что ну человек реально соображает то что происходит в стране и отдает все отчет а именно реально положение что у кого еще какие есть вопросы чате вопросов нет да я не слышу конкретно что там ты говоришь плохо слышно блин этот интернет слышно меня да сейчас хорошо слышно по поводу третьего хотелось спросить ты будешь говорить про третье число но еще неизвестно пока насколько это разрешено статкевич планирует 3 числа возле метро парк челюскинцев свой митинг но я еще пока не знаю разрешен он или нет поэтому никого не призываю туда приходить так вопросов больше нету поэтому я думаю что стрим надо завершать встретимся тогда я хотел про ставку рефинансирования спросить у алексея вот она понизилась на 0 5 процентов до 10 что это значит вообще для беларуси но это плохой сигнал ставка понизилась из-за плохих вещей из-за того что люди не берут кредиты то есть это как это само по себе является плохим сигналом когда людям не нужны кредиты значит либо бизнес просто не рентабельным то есть бессмысленно инвестировать в него либо бессмысленно покупать жилье его например и много-много всего остального ради чего берутся кредиты соответственно мы можем говорить о том что ставка падает из-за фазы экономического цикла под названием спад естественно мы не видим дефляции которая была в классической модели спада мы видим рецессии то есть у нас цены на одном уровне ну не растут до ставка медленно падает уровень жизни низкий и ничего не улучшается и это состояние на очень долгий срок то есть речь идет о десятилетиях япония в рецессии например 40 лет почти ну там 30 чем-то но дело в том что япония то пошла в рецессию будучи богатой страной им это рецессия ну так постольку поскольку а беларусь входит в рецессии будучи нищий то есть это печальная ситуация процвета здесь не скоро будет конечно лукашенко будет всякие там эксперименты делать вроде печатать деньги да но после очередного очередной девальвации канитель продолжится год назад насколько помню отменили эти справки о доходах чтобы брать кредит они хотят чтобы он давали бы брали больше кредитов это правда вот в чем прикол я вот не могу понять недавно вот я смотрел в интернете и статьи на тут бои читал насчет того что у нас сейчас там вели беларусьбанк типа такие ограничения для людей чтобы скажем так проверять их положить платежеспособность до того что якобы белорусы по сравнению вот в шестнадцатом году короче вот набрали кредитов и семнадцатый то есть в семнадцатом на всем раз больше взяли кредитов то есть большая закрепить этого скажем так вот как это сказать до экономики людям по набирали кредиты я так понимаю что они не платят то есть захотели ограничить именно вот людей получается чтобы проверить их как бы платежеспособность якобы они понабирали кредит оплатить не могут получается это загоняет вот наши банки в полный тупик и получается что в банке денег нет людям и деньги отдали а люди не платят где-то кредиты берут и по сравнению вот шестнадцатом годом там писалось и по моему даже лукашенко там заявлял что то что в семь раз больше взяли кредитов чем в шестнадцатом то есть но в семь раз имеют в рублях белорусских то есть там допустим было там 1 миллиард белорусских рублей а в семнадцатом 7 миллиардов ну это не совсем корректно так говорит получать там 7 раз выросла потому что объем взятых кредитах упал после 14 года то есть там была очень сильная кривая вниз потом коррекция вверх то есть вот так это надо смотреть у нас объем взятых кредитах он на уровне среднего нормального то есть у нас там нет дикого роста относительно прошлых годов в реальном выражении например долларом выражение понятно все же на завязанном долларе вообще-то считается вообще-то считается что чем ниже ставка рефинансирования тем благоприятнее обстановка экономическое строение даже страны европы взять там по моему вообще страх ставка рефинансирования там несколько процентов не дело в том что дело в том что понижение ставки процента как раз и происходит потому чтобы исправить ситуацию то есть снижается ставка и по идее это должно стимулировать людей брать кредиты и вкладывать инвестировать деньги но когда это не работает по каким-то другим причинам мы можем говорить о том что кризис пока что продолжается вот это пока не работает почему не работает потому что ставка падает уже по моему третий год подряд то есть не работает это пока что хотел спросить тема пошли вообще про экономику беларуси начиная вот этого с кризиса четырнадцатого года то есть интересный момент когда доллар продавали так что рубль ну грубо говоря 10 тысяч тогда еще и плюс 10 процентов плюс 20 процентов плюс 30 тогда расхода рубли 50 копеек то это что это вообще такое было тогда даже можно тогда помню черные рынки тоже были такие в 11 но не такие сильно но это же была скрытая девальвации такого чтобы банках продавали ставили ту сумму при этом прибавляли 10 процентов обычная скрытая девальвация такая неуклюжая мера по попытке сохранить лицо при плохой игре ты все видели что рубль конкретно рухнул после захвата крыма да 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 надо я хочу еще добавить по поводу ставок в европе дело в том что ставки в европе низкие тоже по причинам того что кредиты не берут но в европе одно маленькое но из чего ставки там очень низкий у них огромное количество депозитов то есть богатые европейцы накидали в эти европейские банки триллионы евро долларов поэтому банки вынуждены снижать ставку по кредитам чтобы ну потому что у них есть большой резерв под этой резерв они могут снижать ставку то есть это как бы так такая такое состояние когда очень много депозитов безрусии этого нет у нас фактически место депозитов у нас происходит перераспределение среди нас депозитов все больше и больше выбирают деньги на супер не депозиты очень почекали три года назад если кто-то клал депозиты там раньше просто положил депозит и все а сейчас там какой-то налог надо платить за прибыль от депозита то есть не в доллар это как раз из-за того что в европе деньги из депозитов и вкладчиком как прибыль да а у нас хотят чтобы депозитчиков почти не было а деньги шли на государственные вот эти программы когда они что-то там имитируют подкал кредит там колхозу и так далее и вот они этим процентом от депозитов которые они сгребут себе и закрывают вот эти вот дыры в своих этих идиотских предприятиях которые убыточны можно ли получается если в любом случае вот мы же говорили ранее что три года назад этот ставка рефинансирования начала падать и соответственно и ставка значит по депозитам она тоже начала падать то есть какой резон людям теперь вложить деньги свои если допустим в течение года вот эта ставка рефинансирования 10 процента наседается этой 10 процент и нашей инфляции получается никакого смысла нет поэтому люди стали забирать также ну да только инфляция все-таки не 10 процентная то есть там было такое тот там был такой момент что ставка по депозитам она была чуть выше инфляции и поэтому решили вот этим налогом эту разницу себе в карман положить понимаешь получается если даже ставка рефинансирования 10 там пускай процентов то инфляция то у нас мне кажется больше 10 также но за какой год вот за последний год гораздо меньше чем здесь процентов 14 15 16 да там четырнадцатом был рост я помню а последний год-2 у нас инфляция достаточно низко ну тогда перейдем к этому когда там он произошел сначала 3000 было потом она все-то заморозилась не уходить не было и так далее не резко 5 6 8 ну и до 9 до 100 суд тогда был вообще да ничего такого белорусский банк национальный не субсидировал курс рубля на бирже потому что у него не было резервов соответственно курс был свободно плавающий соответственно так как рублей экономики было много то вкладчики рублевые ломанулись в обменнике менять все на доллары и курс по пол вверх кого не было долларов обменников но это потом потом как только курс попер вверх доллар из обменников исчезли потому что по моему там в марте было первое постановление о фиксации курс рубля то есть нельзя превышать там 3000 и таким образом лукашенко типа держал курс на самом деле это только усугубило ситуации потому что люди еще больше испугались держать рубль и побежали менять доллары уже на черном рынке по любому курсу какой там есть курсы на черном рынке это на самом деле был реальный курс по полез еще выше вверх и в какой-то момент люди начали ну нашли для себя выгодным за рубли не только доллары покупать а вообще все например драгоценности золотые слитки в нацбанке книжки в казино и наконец дошло до того что лютина люди начали скупать себе мешками сахар то есть все что иметь хоть какую-то ликвидность да я помню одного чувака которая поднимал по 300 баксов такой спекуляции да 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 и фактически государство теряло деньги но деньги уже доставались не этим паразитом государства а людям которые умело быстро меняли а свои активы в том числе в одиннадцатом году несмотря на кризис это был рекордный год по перепродаже автомобилей во первых когда белорусы на перепродавали на полтора миллиарда долларов автомобилей в россию это был последний год о введении вот этих пошлин новых и огромное количество людей западной беларусь особенно просто увольнялись с работы садились свои машины пассатики наливали к бензином и везли в польшу и тоже неплохо зарабатывали на этом за месяц можно было спокойно подняться тысячу долларов а потом по пошлишь по маму надо потом было еще помню тогда с этот склады в банках были сумасшедших под 80 процентов 70 процентов да 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 они вот таким образом хотели извлечь денежную массу из рынка лишнюю что там еще 2008 там с двух тысяч до трех на продолжающие весь мир на кризис это все крутится вокруг 1 1 простой фантазии у нашего товарища то эмиссия вызывает рост экономики а не инфляции он уже несколько раз об этом ударялся ну как ударялся ударял об это белорусов сам тон хорошо живет ну да я живу там и иномарки все у него там великолепно можно же вот эту свободную экономику применять экспорта тоже хоккей к примеру или футбол опять же как у немцев когда помню ничего не получалось 90 так они решили все это в частную русскую перевести и тогда все начало получаться то есть получилась и цивилизация и частной школы там появлялись 20 километров от каждого там села и так далее каждый ребенок мог заниматься все что к чему государственник не тронется плохо включать уже хоккей по голову ну да я согласен это хороший пример ну и так о либертарианстве мы сегодня рассказали основная тема пройдена о других вопросах в том числе экономических мы поговорим в следующих наших стримах вот